Бонджорно, рогатцы! Настроение слегка приподнялось после жеребьевки, правда? Не такие уж эти австрийцы и страшные. Ну да, быстро бегают, сильно бьют и стоят миллионы миллионов. Но оказывается и мы не лыком шиты. В предматчевой версии подкаста мы с Сашей очень много времени посвятили тому, чтобы понять, что сегодняшний локомотив, оказавшийся в тяжелой кадровой ситуации, может противопоставить Зальцбергу. Во-первых, плотная и низкая оборона, которая должна была играть на полной концентрации 90 минут. Во-вторых, стандартные положения. Ну и в-третьих, появившаяся кадровая вариативность в атаке позволяла надеяться на освежение игры после 60 минуты и, соответственно, сохранение уровня игры вместо привычного проседания в концовке. Так или иначе, все эти факторы сработали. И я предлагаю посвятить этот полуподкаст разбору тому, как эти три составляющие нашей игры повлияли на итоговый результат. Предугадать состав локомотива было несложно. Он повторил состав на Уфу, только вместо Лысцова вышел выздоровевший Чурлука. Линия обороны приняла привычный вид, который уже много матчей обеспечивает Гильерме сухарями. Главная идея в системе нашей обороны – это сделать так, чтобы Чурлуке и Муриле не пришлось обороняться на скорости. Как только игрокам нашей обороны приходится бегать на перегонки, это сразу становится опасно. Так, например, за бегами на перегонки завершились оба тайма. В первом случае Чурлука в последний момент успел выбить мяч на угловой, тот самый, который в итоге привел к забитому мячу Сабаслае. А во втором Муриле грамотно увели от пацана Даки в зону Ведрана и открыли коридор для Замбийца. И только мастерство Гильерме спасло нас от поражения на последних секундах. К счастью, Дака не Холланд и даже не Дуглас Коста. Вообще, Дака, второй по дороговизне игрок Зальцбурга, трижды получал возможность за спиной Муриле встретиться с нашим вратарем. И все три раза проиграл в ближнем бою. С одной стороны, это, конечно, не может не радовать. Сильно Гильерме это один из залогов нашего успеха в этой Лиге Чемпионов. С другой, есть подозрение, что другие футболисты не будут столь же расточительны. Наши защитники с большим трудом защищаются лицом к своим воротам, поэтому оборона низким блоком наш единственный способ выживать в Лиге Чемпионов. Но это открывает другую проблему. Вжавшись в штрафную, мы оставляем большое пространство для дальних ударов соперника. И это достаточно большой риск, потому что в этом турнире всегда найдется парень, который сможет ударить как Сабаслае или Дебала, если уж ловить флэшбеки от прошлой Лиги Чемпионов. Вот так, например, приложился Талисса в игре с Атлетико, и против него нам играть уже в следующий вторник. В игре с Рэдбулом оба мяча пришли после дальних ударов. Удар Сабаслае это недоработка на стандарте под занавес тайма. Похоже, к этому моменту концентрация внимания у наших защитников уже притупилась. Иначе они бы заметили, что обычный исполнитель стандартов Сабаслае на этот раз не пошел к мячу, а расположился вместе с тремя подозрительными личностями в красном на углу штрафной. Двое зальцбургцев рванули для отвлечения внимания во вратарскую, а МВПу целенаправленно побежал блокировать Антона Мирончука. Сабаслае отклеился, спокойно получил мяч в удобной для удара точке. Бросок Федора Смолова уже ничего не мог исправить, этот стандарт был исполнен слишком хорошо. Впрочем, это не про нашу защитную линию, а про хорошую заготовку от Рэдбула, которой затем они не пользовались ни разу. Думаю, в следующем матче такое уже не повторится, и рядом с Сабаслае всегда будет на стандартах дежурить кто-то из наших игроков, даже несмотря на зонную оборону. А вот второй гол как раз про наши принципы глубокой обороны. На момент удара Юнузовича 7 полевых игроков нашей команды располагались глубоко внутри штрафной, и еще один Рефаджи Малединов в нее зачем-то заходил. Вне штрафной фактически оставались только Федор Смолов и Эдер. Многие после матча предъявляли претензии Федору за то, что он не пошел за Юнузовичем и не помешал тому нанести удар. Но такие действия привели бы к тому, что в нашей штрафной оказалось бы уже 9 человек, и это, мягко говоря, не путь к победе и набору очков. Примечательно, что за 10 секунд до гола Локомотив вполне неплохо располагался на поле, имея всего трех игроков внутри штрафной рядом с двумя нападающими Зальцбурга. Но дальний перевод на правый фланг и последующая быстрая передача в штрафную одномоментно превратили расположение игроков Лока в бессмыслицу. В штрафную зачем-то заходят одновременно и Куликов, и Антон Миранчук, и оба охраняют примерно ничего. Юнузович до штрафной доходит шагом, и это становится откровением для обоих. Наибольшая вина на Куликове. Даже после того, как мяч попал к даке и стало очевидно, что будет скидка под удар, у Дани было время, чтобы выбежать из штрафной и попробовать накрыть удар. Увы, остался на месте, да еще и отвернулся от мяча, став причиной рикошета. На пустом стадионе трио Смолов-Куликов-Миранчук обязаны были договариваться, кто держит Юнузовича. Однако такой стиль обороны в любом случае бы привел к пропущенному голу, так как обороняться 8 человек в штрафной долго против команды, умеющей бить с дистанции, невозможно. На наше счастье, тренер соперника Джесси Марш решил опробовать тактику с выстрелом в колено из дробовика и снял с игры самого активного футболиста атаки Сику Койта. Тот, словно предвидя, чем обернется столь бессмысленное решение тренера, чуть не расплакался на скамейке. Где-то еще минут 5 Зальцбург поатаковал по инерции, хотя уже не так активно, как в начале второго тайма. Создал один из тех моментов с забеганием даки за спину Мурила после обреза Криховика, но на этом активность Рэдбула в самый страшный отрезок матча и закончился. В домашней игре с Рэдбуллом такой стиль обороны должен сработать еще раз. Дай бог поправится Стас Макеев, который чуть лучше Дани именно в том, чтобы не давать соперникам пространства и в целом справляться с Зальцбургом можно, но только если будем сохранять концентрацию все 90 минут. Свой первый гол мы забили со стандарта и я думаю многие заметили, что за пару минут до гола Антон Миранчук навешивал с углового на ближнюю штангу, где располагался одинокий Рифаджи Малединов. Тогда подача пошла не очень удачно и прокинуть мяч дальше не удалось. Ситуацию защитники Рэдбула быстро разрядили. Однако уже в той ситуации можно было заметить, что стоящего на 11-метровой отметке Эдера опекает Юн Узович, едва достающий ему до плеча. Да и Ульмер, прикрывающий Мурила, тоже высоким ростом не отличается. Мы не видели такого розыгрыша углового в российской премьер-лиге и оттого особенно радостно, что заготовка под лигу чемпионов, а возможно конкретно под Рэдбул, сработала так быстро и так хорошо. Жалко, но этот стандарт так и остался единственным, с которого Локомотив создал опасность, хотя в концовке матча при счете 2-2 мы получали право на штрафные и угловые. Внезапно исполнителем стандартов оказался Даня Куликов, но ни его штрафной, ни его угловой не были опасными, хотя к тому моменту на поле был Зелуиш, играющий головой лучше всех в нашей команде. Учитывая явную слабость автрийского вратаря и в целом достаточно безалаберную игру Рэдбула в обороне, думаю, можно надеяться, что и в домашней игре наши стандарты будут играть ключевую роль. Особенно большие надежды, конечно, на Зелуиша. В середине тайма Нигалич сделал 2 двойных замены с разницей примерно минут в 5 и поменял весь верхний блок команды. На подкасте мы обсуждали, что менять нижний блок, защиту и центральных полузащитников-опорников у нас просто некем. И особенно этот факт был стрэшен, когда Маций Рыбус пошел в болезненный стык коленом. К счастью, в этот раз Маций выстоял. А вот в атакующей линии у нас в какой-то веке прямо разнообразие, да так что можно заменить сразу 4-х футболистов без особых потерь в качестве игры. Антон и Рефат были очень ярки в первые 20-30 минут и разрывали Зальцбург, пока те не поменяли немного построения своей полузащиты. Но затем энергия покинула обоих, и они уже не выдавали нужной интенсивности действий ни в атаке, ни в обороне. Эдер выполнял роль якоря, за который цеплялись наши атаки, и в этом матче со своими обязанностями справился хорошо, даже безотносительно гола. Жалко, что такие матчи он выдает нечасто, и в основном против сильных соперников. Ну и Федя, про него вы все знаете. Думаю, что его замены на 63-й минуте ни для кого сюрпризом не стало. Занимательный момент. Сейчас много ходит разговоров о схеме 4-4-2, на которую перешел Марко Николич, но мы прекрасно знаем, что 4-4-2 с удовольствием применял и Юрий Семин. Только в паре с Седером выходил Леша Миранчук, который блестяще использовал пространство между линиями обороны соперника, активно шел в единоборство, заполнял пространство и находил своими передачами партнеров. В данный момент Федор Смолов решает ровно те же самые задачи. Посмотрите, например, на усредненные позиции команды в матче с Ростовом в середине марта, в последнем матче Юрия Семина, и в матче с Зальцбургом. И вы не увидите никакой принципиальной разницы в позициях Феде и Алексея. Нет существенной разницы и в игровых задачах. Федор опускается вниз за мячом и активно принимает участие в подыгрыше, периодически врываясь в штрафную. Вот только в матче с Ростовом Алексей вступил в 14 единоборств, из которых выиграл 8, четвертый показатель в команде. А Федор Смолов в игре с Зальцбургом всего 8 единоборств, выиграл из них 3, и это худший результат для всех игроков стартового состава. И лишь немногим лучше тех ребят, которые вышли вместо него на полчаса матча. Хотя не сказать, что вышедшие на поле как-то ярко проявили себя и перевернули игру. Но они вернули ее в то русло, в котором игра проходила в первом тайме. Спокойные позиционные атаки Рэдбула, с которыми мы справлялись. И хорошие подготовленные ответы от нашей команды. В голевой атаке мяча коснулись три из четырех вышедших на замену игрока. Зе Луиш сохранил мяч после перехвата Дани Куликова. Камано, видимо, с небольшим нарушением, но прямо на глазах у арбитра, обезвредил японского хавбека. Мяч дошел до Живоглядова транзитом через Криховика. И Лисакович отправил Зальцбург в нокдаун. Увы, таких возможностей не было у Семина год назад, а ведь матчи с Ювентусом могли закончиться совсем по-другому. Порадуемся, что эти возможности есть сейчас у Николича. И это хорошее подспорье, которое позволит нам не просаживаться в концовках матчей, как это было раньше. Боездная ничья с двумя забитыми мячами хороший старт, но не стоит переоценивать его значимость. Год назад мы и вовсе стартовали с победы, но не выдержали графика ни физически, ни психологически. В этом году легче точно не будет. У нас есть ротации впереди, и совсем все грустно в этом плане сзади. А Бавария, увы, совсем не Ювентус Сари, с которым мы играли почти на равных и могли цеплять очки в обоих матчах. Зальцбург, как и надеялось, предстал командой ярких индивидуальностей. Безусловно, Сабаслай очень талантлив и уедет в ближайшее время за многие миллионы евро. Дака очень быстро бежит, а МВПу классно борется в центре поля. Но все вместе они не предстали командой, а вкупе с явными слабостями в обороне, в воротах и на тренерской скамейке, я до сих пор не могу понять замену Койта на Беришу сразу после штанги Малийца, в тот момент, когда Зальцбург легко мог нас добить. А вот Локомотив выглядит как крепкая команда, прекрасно осознающая свое место в этом мире и понимающая, за счет чего она собирается быть конкурентно способной в этой лиге чемпионов. И тем не менее, даже в этих условиях мы всего лишь выцарапали ничью, да и то могли всего лишиться в добавленное время. Следующие пять игр не будут проще, и шансы на победу в них, увы, не выше, чем были в среду. Локомотиву надо прибавлять, причем во многих компонентах, от концентрации до умения реализовывать контр-выпады. Иначе это очко может остаться единственным в нашей копилке в этом розыгрыше лиги чемпионов. Но, по крайней мере, в среду вечером я был горд за пацанов. За Даню Куликову, который, если б не помарка, провел великолепный матч. За Диму Жевоглядова, отдавшего голевую передачу в нужный момент. За Виталия Лисаковича, который снова доказывает, что должен играть в старте. За Гилерме и Чурлуку, старую гвардию, которые вновь доказали, что они в большом порядке. Конечно, за Эдера, которому несправедливо достается за то, что он не Ибрагимович, но который раз за разом выручает нас в главных матчах сезона. И даже за Николича. Его первый блин в групповом этапе Лиги чемпионов вышел более чем достойным. Впереди еще пять. С вами был Тим. До встречи на ближайшем стриме и через неделю в таком же видео после Баварии. Надеюсь, мое настроение будет таким же позитивным.